всем привет меня зовут айс мы продолжаем прохождение д с тренинг погнали слава богу ты пришел фрэджил никак не выходит из комы но криптобиоты что ты принес помогут нам привести ее в чувство пары штук должно хватить чтобы она встала на ноги ты молодец сэм вернулся тяжело наверное было добраться тем более в одиночку но теперь вся команда в сборе вся команда и дай хардман слишком много прыжков за такой короткий промежуток ее клетки загрязнены хиралием что вызвало усталость на молекулярном уровне из-за этого у нее не работают механизмы гомеостаза не бойся ей ничего не угрожает но ей нужен отдых то где директор его положили в другую палату его нашли лежащим без сознания у изолятора как было с тобой после встречи с клиффом даже после деконтаминации она восстанавливалась все медленнее сам добрался есть хочешь спасибо и все-таки я тебе нужно неужели ну ладно время не ждет ведь так с нами сам великий доставщик единственный кто сможет найти амелию ты сейчас не в том состоянии ты навредишь и себе и ему в ходе поисков берега амелия я пришел к ошеломительному выводу если сравнить берега с мультивселенной похоже что ее берег расположен на более высоком плане я могу ходить по чужим берегам всем кроме ее берега он невидим недостижим боюсь даже для фреджайл представьте себе кровеносную систему к примеру каждый из берегов это один капилляр но берег амелии это сердце которое гонят кровь по всем ним капилляры являются частью единого целого и во голове стоит сердце она направляет задает силу потока она всем управляет все контролирует вы понимаете все в ее власти ты можешь добраться до нее плывя против течения но скорее всего после этого она не захочет тебя отпускать и ты не сможешь вырваться от нее но фреджайл и дай хардман смогли сбежать с ее берега да тогда произошло то же самое что было с тобой я ушла оттуда не по своей воле меня вытеснили возвратили и кто она вытеснили почему это только догадка но и ей нужен ты чтобы ты к ней пришел вот чего она хочет наверняка вот значит как амелиев вы это ее финал так проясним чтобы предотвратить последний выход и вернуться живым я должен прийти к ней и отговорить ее так что ли верно банально но на тебя вся надежда хотя если честно даже ты вряд ли ее переубедишь если она не образумится придется ее убить и если ее убить ты спасешь мир но сам застрянешь в ней его навсегда и и и и Ну что ж, тогда договорились. Ты готова доставить груз? Поговорю с ней, может передумают, хотя с учетом текущих реалий мы просто осрочим неизбежное, но если это даст нам шанс создать что-то получше, обрести надежду, хотя бы ненадолго, ну я знаю одну женщину, которая таким шансом воспользовалась. Ничто не вечно, даже сам мир. Но мы должны бороться до последнего, верно? Латать дыры, менять детали, все такое. Чтобы было видно, мы старались, мы жили. Ты же говорил, сохранность груза не твоя забота. Потому что мне трудно было о себе-то позаботиться. Когда мы встретились в пещере, я думал только о том, как бы дожить до рассвета. Меня не волновали ни Америка, ни будущее. Я жил во лжи, прикованной к прошлому. Я был сломлен, но что-то произошло, и я начал меняться. Познакомился с людьми, которые показали мне, что все не так плохо. Которые верили в завтрашний день и в меня. В которых, вопреки всему, не угас огонек надежды. Я должен постараться. Ради них. Но что, если ты не сможешь вернуться? Один хрен где подыхать, верно? Позабудься, Аллу. Ладно. К востоку от портового узла некроматерей не нашлось. Хватит, малыша. Хватит. Хорошо. Я приложу все силы, чтобы выходить к Кроху. Хватит. 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 Ладно. Соберись. Помоги мне ее найти. Тянись к ней сам. Тянись. Тянись. Ты ведь ее любишь. Любишь. Не убежь. Сэм. Вот ты где. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Девят oscar Девят oscar Девят oscar Поля Шимина. Кто я есть, я фактор вымирания. Итак, теперь, как ты понимаешь, у тебя два выбора. Один из них поле. Случись это здесь, ты бы уже не вернулся. Ты бы сразу перешел на ту сторону. Но нет, это не один из них. Убить тебя было бы страшной ошибкой. Я это знаю лучше других. Последний выход уже начался. Мой берег и берега каждой души в Америке сформировали шов. И скоро по нему разольется антиматерия, начиная отсюда. Мира не станет в мгновение ока. Его поглотит вспышка. Большой взрыв. Итак, вот твой первый вариант. Остаться здесь со мной и просто смотреть, как все кончится. Как сгорает мир. Вместе. Со мной. Пока не угаснет последняя искра. Не такая плохая перспектива, да? Все равно этому миру недолго осталось. Но есть и другой вариант. Благодаря хиральной сети ты свел вместе людей и их берега, и они стали единым целым. Как эту кипу. Но попутно ты привязал их к моему берегу. Тому самому, где я открыла врата на ту сторону. Поток уже не сдержать. Но если отрезать меня от остальных, может, до них волна не дойдет. Ты предотвратишь последний выход и отсрочишь гибель человечества. И этот берег можно спасти? Нельзя. Что бы ни случилось, он обречен. Ты же сам все видишь. Поэтому нужно разорвать нашу связь. И все? Выхода смерти не будет? Ты говоришь о неизбежном. Шестое вымирание случится сегодня или завтра. Можно встретить смерть с достоинством, исчезнув в один миг. Или тщетно бороться, прекрасно понимая, что ждет в конце пути. Так что выбирай. Ты сохранил его. Может, у тебя еще есть шанс остановить этот кошмар. Ты объединил мир. Ты и должен решать. Тяни за веревку или режь петлю. Но что бы ты ни выбрал, не мешкай. Я готова, Сэм Стрэнд. Решайся. Постой. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Подумай о том, через что ты прошел. Я рядом с тобой. Всегда. Как ты была со мной. Держи. Это ловец снов. Надевай его перед сном, и я буду отгонять кошмары. Я всегда буду с тобой. Когда вырастешь, он будет тебе нужен, чтобы объединить нас. И когда придет время, ты меня остановишь. Только ты можешь это сделать. Пообещай, что не забудешь. Сэм, я буду ждать тебя на берегу. Я помню. Ты знала. Уже тогда. Знала и не знала. У меня было столько грез о будущем. Я не знала, каким из них верить. Поэтому я поделилась ими с тобой и с другими. Но, чтобы разобраться, составить полную картину, нужна перспектива. Нужно время. Время. Ничто для меня. Я не линия. Я всего лишь точка. Поэтому я могла лишь показать тебе варианты, чтобы ты выбрал сам. Наши кошмары. Твои грезы. Ты нашел общее звено. Нить, что связывает их воедино. И ты избрал единственный возможный путь. Просто жить день за днем. Спасибо, Сэм. Оружие тебе не поможет. Но оно сыграет свою роль. Связи между людьми – это то, на чем держался мир. И если для тебя это важнее всего, я останусь здесь, на берегу. Отгоражу стену и от всех остальных. Отгородишься? Не надо. Если начнется последний выход, его не остановить. Я не могу пойти с тобой. Я могу лишь уберечь тебя от самого страшного. Зачем оставаться на берегу? Сэм. Я и есть берег. Я должна оставаться здесь, пока не случится вымирание. Даже если на это уйдут десятки, сотни тысяч лет. Одна? Таков удел фактор. Если бы я исполнила долг, ничего бы этого не было. Но я не могла больше терпеть. Мне надоело ждать. И тогда я решила, что никто не станет меня винить, если я приближу конец. Вот. Это я и сделала. Страшно звучит. Но ты и другие сошлись вместе. Сплотились. И даже если вы живете у времени в долгу, надежда еще есть. Перед каждым из катаклизмов жизнь бунтовала, сопротивлялась, менялась, чтобы выжить. Вымирание – это не только конец. Это возможность. И если ради этого я должна принести себя в жертву, так тому и быть. Даже если мы не будем вместе, мы с тобой навсегда связаны. Прощайся. Поехали. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ Продолжение следует... Оружие тебе не поможет, но оно сыграет свою роль. Помолчи, я расскажу. На разбросы нет времени. В детстве тебе часто снились кошмары. Ты вечно из-за них плакал. Но это были не твои сны, а мои. С самого младенчества я грезила о береге. Не только во снах, но и на его тоже. В этих грезах я наблюдала конец света. Множество раз. Бесчетные катаклизмы, убивавшие жизнь на планете. Снова и снова и снова. Сначала я не понимала, что я вижу и почему. Но это было не самое плохое. Были и другие грезы, пострашные. О смерти и разрушении. О массовом вымирании. Как сейчас. И это я должна была все уничтожить. Вызвав последний выход. Что я и сделала. Первая операция. Мне было всего двадцать. Я открыла глаза и увидела перед собой берег. Но когда я пришла в себя, я снова была на больничной койке, разорванной между двух миров. Бриджит Маяка в том. Амелия Маяка в этом. Каким-то образом мы обе сосуществовали. Но вскоре проявилась разница. Старело только тело Бриджит, а Амелия оставалась все такой же. Тогда я решила соврать. Я сказала людям, что Амелия моя дочь. Дочь, страдающая от болезней, растущая без отца. Взгляни. Амелия. Амна. По-французски душа. Выдуманная душа. Не было никакой Амелии. Только я и берег. Сначала я считала это проклятием. Но потом я подумала, может, это мне на руку. Я попыталась узнать больше о береге. Думала, что так я найду ключ к истолкованию моих видений будущего. Я поняла, что берег соединен с другой стороной. Значит, где-то за его пределами хранилась память о самом времени. В том числе обо всех организмах, что когда-либо жили. Четыре с половиной миллиарда лет биологической истории. История, что, возможно, ведет отсчет с рождения Вселенной. Мои поиски этих знаний привели к созданию хиральной сети и всего остального. На передаваемые через берег данные не действовали ограничения времени. Расчеты, на которые ушли бы годы, не стоили никаких усилий. Все то, что Земля утратила и забыла, можно было воссоздать заново. Но вскоре после начала исследований произошел первый выплеск. Я думала, что время на исходе. Что мои кошмары воплощаются в жизнь. Поэтому я и постаралась завершить сеть как можно быстрее. В прошлом есть все ответы. Нужно было только сложить их воедино. Сеть, которая свяжет наш мир с берегом. Я думала, это и есть решение. И я начала исследование ББ. Детей, прикованных к той стороне. Из-за чего возникает фактор вымирания? Чем были вызваны предыдущие пять катаклизмов? Ответы на эти вопросы помогли бы предотвратить шестой. Я основала Бриджес, поставив себе целью протянуть хиральную сеть по всей территории Америки. Но чем дольше я вела войну с неизбежным, тем слабее становилась. У моей га был рак. Может, меня покарал берег за то, что я отказывалась ему подчиниться. И вот, однажды, моей га не стало. Я не довела дело до конца. Поэтому я попросила тебя. И ты справился. Ты помог нам завершить сеть. Помог восстановить память обо всем, что довелось испытать вселенной вплоть до этого мига. Мы получили ключи ко всем загадкам. И к этой. Однажды произошел взрыв. Он породил пространство и время. Но скорее, это была большая случайность. Эти сгустки материи и антиматерии должны были уничтожить друг друга без следа. Но каким-то образом один крохотный кусочек материи уцелел. И этого хватило. Хватило, чтобы создать наш мир и все, что в нем есть. Мир случайный. Мир без равновесия. Порядок неизбежно уступает хаосу. Все, что живет, неизбежно умирает. Как будто вселенная стремится вновь обратить нас в ничто. Может, большая пятерка – это ее самые удачные попытки. Но каждый раз от жизни что-то оставалось. И этого хватало. Чтобы снова расплодиться на зло воли космоса. Знаешь, я начинаю думать, что угроза вымирания – это защита от глобального уничтожения. Она вынуждает нас бороться за жизнь. Превозмогать. Быть. Так, вместо того, чтобы задушить жизнь, большая пятерка ее разожгла. Из пепла возрастает новая жизнь. Сильнее, мудрее. Она – наследница самого мироздания. Она не хочет сдаваться на милость вселенной. Говоря, это только начало. Вымирание – это возможность. В тот день я дважды спустила курок. Это была ошибка, я поняла сразу. Я нашла твой берег, бросилась искать тебя. Сэм, вот ты где. Сэм, вот ты где. Ты хочешь домой? Пойдем домой. Я хотела. Я хотела навсегда избавить тебя от оков смерти. Не бойся. Я знаю дорогу. Но этим поступком я расшатала природное равновесие жизни и смерти. Я просто хотела тебя спасти. Я же фактор вымирания. Моя судьба – привести наш вид к гибели. Но в тот момент ты стал частью этой судьбы. Ты стал возвращенцем. Через дум мои кошмары стали передаваться людям по всему миру. Я втравила в это тебя и других, у кого есть дум. А вскоре после произошел выход смерти. Мертвецы вцепились в наш мир. И твари, перебравшись через мой берег, поглотили их, вызвав новые выплески. Так мир устремился навстречу своей погибели. Ну а мне не оставалось ничего другого, как наблюдать за происходящим с берега. Либо приблизить последний выход, избавив нас от мук. Из этих двух вариантов я выбрала быструю смерть. Но для этого мне требовалось, чтобы здесь был ты. Часть меня. И я бы лицезрела конец всего сущего, стоя рядом с тобой. Но теперь я понимаю, есть альтернатива. Отрежь меня, сын. Сам фактор этого сделать не может. Но в грезах я видела и другое будущее. Твой выбор. Где вымирание, это шанс. Спастись от уничтожения. Оружие тебе не поможет. Но оно еще сыграет свою роль. Сэм, слушай. Это я снова свела вас с Клифом вместе. Я хотела, чтобы ты кое-что осознал. Тебя не бросили. И ты не одинок. Не понимаешь? Ты должен жить. Не сдавайся. Связь еще держится. Связь! Вебинар! Продолжение следует... 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 ты уходишь сэм так наскучило быть героем да хватит с меня ее нет подожди надо сказать тебе кое-что тебе это больше не мешает это же здорово так вот тебе не интересно как мы вернули тебя с берега мы хотели использовать куклу но под рукой не нашлось и тут я вспомнил про другую вещь это то о чем я думаю да что крепче связано с берегом амелии чем пуповина президента стрэнд хардман считал что для этого она мне ее и передала к сожалению не сработало да она уже отрезала свой берег он просто исчез мы не знали то ли она утащила тебя на ту сторону то ли отправила на другой берег мы долго ломали над этим голову хардман и мама порознь пошли прочесывать все берега куда тебя в принципе могло вынести мы искали тебя целый месяц но к сожалению безрезультатно месяц снаружи насколько внутри поверь мне на слово тебе лучше не знать но не волнуйся мы не нашли признаков ускоренного старения в итоге вот что привело нас к тебе когда мы уже были готовы сдаться дай хардман вспомнил про револьвер мы пошли за ним и он завел нас в дальнюю уголок твоего берега там-то ты и был мама первая тебя увидела она опознала тебя с наблюдательной точки на той стороне она сообщила локни по их связи а хардман подтвердил твою позицию в ходе своего погружения план был такой фреджел должна была забросить меня вместе с лук тебе чтобы мы тебя вытащили но не так-то просто переместить нескольких человек на чужой берег на продолжительный срок и вот здесь пригодилась пуповина мы сплели их из днк президента стран они действуют как узел связывающий нас президент предвидела что все так и будет иронично правда револьвер с которого начался весь кавардак стал ключом к твоему спасению амелия сказала что это не только оружие не оружие но леер палка ставшая веревкой что ж можно и так выразиться сам ты не представляешь как давно мне хотелось тебя обнять я тебе еще кое-что расскажу гостайна это насчет клиффа мать бб некая лиза бриджес гражданская жена клиффа лиза бриджес убийца клиффа значится в архиве под именем просто джон служил спецназе сша и доблестно судя по всему впоследствии стал помощником президента она поручала ему мокруху согласно записям после смерти клиффа он исчез его объявили в розыск потом сочли что он погиб только как видишь этот орешек так просто не раскусить наш джон облачился в маску и взял себе новое имя но хиральную сеть не обманешь мы подняли старые записи и мама спрятала их в архиве кроме нас доступ к ним есть только у тебя посмотри если захочешь но я тебя предупреждаю президент промышляла очень грязными делами я ему не верю но если надо я готов с ним работать поговорим я не жду что ты меня простишь но хотя бы выслушай я убил капитана клиффорда унгера я мог бы сказать что ради америки из любви к стране но это не так все ради нее потому что любил ее всем сердцем она была для меня всем просто всем я не пытаюсь перед тобой оправдаться я просто хочу сказать не проходит дня чтобы я об этом не пожалел время не лечит как и маска сам дай договорить он капитан спас мне жизнь знаешь почему я до сих пор живой потому что он не давал мне погибнуть он каждый раз вытаскивал меня из пекла я любил его так же сильно как и и и и и когда он взглянул на меня этот призрак я понял он пришел меня убить покарать меня и был бы прав почему он не стал он не смог спасти ребенка бэбэ бэбэ вот поэтому он и вернулся наверное когда он увидел что я стараюсь на благо америки он вспомнил он вспомнил кем был и он простил меня черт но я этого не заслуживаю мой грех ничем не искупить господи господи но может может это вместо искупления может он вернул меня чтобы я кое-что сделал в последний раз вот чего он хотел чтобы я остался дай хардманом нет не хотел кому нужен президент считающий себя бессмертным если не боишься смерти как можно ценить жизнь а жизнь сейчас держится на волоске от привычек трудно избавиться но мы должны себя превозмочь иначе нам не построить новую америку оружие тебе не поможет это ее слова не мои спасибо сэм а дай здравствуй Я тебя дожидался. Он умер? Бедный ребенок никогда и не жил. По крайней мере, в нашем мире. В итоге поступил приказ об утилизации. Нельзя рисковать. Может начаться некроз. Я решил, ты захочешь сделать это сам. Ты можешь попробовать вынуть Луис капсулы, если, конечно, хочешь. Но это будет явным нарушением отданного тебе приказа. А раз теперь мы правда нация, нужно соблюдать закон. Я просто не смог себя заставить. Но и нарушить приказ президента я тоже не могу. Ты пойми. Ладно. Я пойду в крематорий. Пока ты не ушел, мне надо кое-что сделать. Я отключил твои браслеты. В данный момент ничто не мешает тебе их снять. Если это сделать, ЮСиэй никаким образом не сможет тебя обнаружить. Ты станешь невидимым. При запуске крематория подключение к сети автоматически восстановится. Надеюсь, ты запомнишь мои слова? Да. Непременно. Спасибо за все. Как погода? Зонтик тебе не понадобится. Я все-таки решила пойти по стопам отца. Не бойся. Больше я с террористами работать не собираюсь. Я полагаюсь на ЮСиэй. Мы первая официально одобренная частная компания доставки. Значит, дела у тебя пошли в гору. Мои поздравления. Спасибо. Стой. Хочу тебе кое-что сказать. Я не убила Хиггса. Духу не хватило. Я дала ему выбрать. Смерть или вечное одиночество на берегу. Ожидаемо. Ты ведь не любишь ломать вещи. Ну да. Я нахожу, ремонтирую. И соединяю. Мое имя Фреджейл. Но я не хрупкая. Поработаешь со мной? Ты бы мне пригодился. Мир по-прежнему разбит. Как и раньше. Ну, разбит. Но мы-то живы. Мы двигаемся дальше. Нет, не все. Не я. Да брось. Ты ведь воссоединил Америку. Помнишь? Но в ней нет места для меня. Меня ничто ни с кем не связывает. Я все равно, что мертвец. Я чувствую себя так же, как тогда в пещере. До сих пор. Не притворяйся, что ты все такой же. Ты научился касаться. Чувствовать. Ты сблизился с людьми. С нами. Все, чего я касаюсь. Умирает. Сэм! Пойдем, Ло. В последний поход. Ну. Мы на месте. Слышишь меня, Ло? Бедный ребенок никогда и не жил. По крайней мере, в нашем мире. Спасибо за все. Это дитя особое. Единственное. Кандидат в ПБ? Либо да, либо. Жертва. Основание. И мост. Смотри, космонавт. Человеку все покоряется. Даже космос. Тебя скоро выпустят. И как только все это закончится, мы отправимся куда захочешь. Что вам нужно? Охренеть. Джон. Это ты. Капитан. Что вы здесь делаете? Мою жену положили сюда. Что бы ни случилось, как в том году. Вы правы, Плеск? В Манхэттене? Мне очень жаль. Я не знал, что муж – это вы. Мы так не договаривались. Вы обещали сделать все возможное для спасения ПБ. Так и есть. Но мы пока не можем отпустить вашего сына. Поверьте мне на слово. Так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет мне без конца? Мой долг – защищать нашу страну. Ложь – досадная необходимость. Президент выдала мне максимальный уровень допуска. Я временно отключил охранную систему. У нас есть лишь пять минут, сэр. Пять минут на разговор. Наедине. Забирайте ПБ и уходите отсюда. Жене вашей я помочь не могу. Простите. Вы были моим командиром. Но я дал присягу президенту защищать ее и нашу страну любой ценой. Если она мне приказывает, я должен подчиниться. Обязан. Но вас я знал еще до нее. И ваша семья не заслужила такой участи. Зачем ты мне помогаешь, если тебя схватят? Потому что вы спасали мне жизнь, сэр. Не раз и не два. Штабные посылали нас в самое пекло. А вы возвращали нас домой. Тогда я считал себя неуязвимым. Этаким героем-победителем. Но это не я, герой. А вы, сэр. Благодаря вам я все еще жив. И мне пора вернуть этот долг. Завтра вашего сына перевозят в другую больницу. И это будет конец. Он послужит основой для новой коммуникационной сети. Жертвой. Во имя страны, которой больше нет. Я записал все, что вам нужно знать. Так они не отследят утечку. Прочтите и сожгите. Дальше. Дело за вами, сэр. Дело за вами, сэр. Я возвращаю его вам, сэр. Я не могу отключить системы жизнеобеспечения отсюда. Система не позволит. Что ж, похоже, остается только это. При остановке сердца срабатывает тревога. Я изменил параметры, чтобы обмануть датчики. Но времени будет мало. Не больше пяти минут. Поспешите, сэр. Поспешите, сэр. Второго шанса не будет. Простите, сэр. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Без капсулы оно работать не сможет Вероятность полного отказа при извлечении достигает 70% Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стоять! Эй! Опусти! Бросай! Опусти! Назад! Назад! Отставить, отставить, отставить Я разберусь Субтитры создавал DimaTorzok О, Господи! Простите, капитан Стоять! Ясно? Вы тоже? Стоять там! И не стрелять! Жаль, не вышло, Джон! Стоять! Отойдите, сэр! Или мы откроем огонь! Там тупик! Он в ловушке! Служба охраны разберется Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА